О, все, еще разок, еще разок, все, аккуратно выходим. Мороз и солнце – день чудесный. В этом году зима благосклонно предоставила бобручанам возможность ощутить все прелести крещенских морозов. И пока одни укутываются потеплее в шубы, другие бесстрашно шагают в прорубь. Познать чувство необычайной бодрости и очищения сегодня можно, как никогда. Паюсь уже пять лет. Для меня это больше спортивный интерес. Я занимаюсь спортом, получаю удовольствие от этого. Какой-то экстрим для меня это больше. Кунают с 2000 года практически ежегодно. Дает, конечно, бодрость, заряд здоровья на весь год. Абсолютно никак не готовлюсь, всегда внутренне готов, морально готов. Семья вот со мной, вон выходят внучки. Мы уже, наверное, лет 10 окунаемся, я не знаю. Ну, как-то, не знаю, как-то нравится. Вот, наверное, это мое. Очень даже. Вот прямо так. Ох! От одного вида купающихся в Иадане просто мороз по коже. После выхода из воды главное быстро согреться. Для этого предусмотрены военные палатки с отоплением и горячий чай. Медики и сотрудники МЧС также на чеку. Дежурят на грибной базе и второй спасательной станции. Окунуться в специализированных местах, к слову, можно до 10 вечера. Вот помогаем городу. Люди пьют, спасибо говорят, с праздником поздравляют. Все как бы устраивает людей. В этом году крещенские купания для бобрущан проходят, наверное, впервые за несколько лет в настоящая зимняя холода. На улице почти минус 20. Но именно эта погода дает самые непередаваемые ощущения и эмоции. Конечно, далеко не каждый отважится нырнуть в 20-ти градусный мороз. Зато для тех, кто решил посетить храм и набрать святой воды, нет никаких ограничений. Уже с самого утра у всех церквей города очереди верующих купели осветили еще в 8.00. Христос явился на Иордане, чтобы начать свою проповедь со слов «Покайтесь, ибо приблизность Царствия Божия». И дай Господь ту воду, которую вы сегодня набираете в наших храмах, пусть это станет источник воды, текущей для вас в жизнь вечную. Православные верят, что именно сегодня вода обладает особыми свойствами, помогает от болезни, дарит бодрость духа и позитивный настрой. Кстати, грещенская вода может храниться целый год и не теряет своих свойств. Стоит чистенько постоянно, не темнеет ничего, никаких осадков. Все прекрасно. В любой момент, если какая болезнь, за водичку попил, Бога поблагодарил. Пьем натощак. Деткам даем, внукам. Для успокоения души в другой раз, если скажем так. Воду используем при болезнях, когда плохо, настроение плохое. И на праздники. Если вода еще остается, то утром, после молитвы, перед молитвой. Этот праздник объединяет миллионы православных по всему миру. В непростое время вера укрепляет, дарит надежду и силы на преодоление любых трудностей. И сегодня каждый может подарить частичку своего душевного тепла и добро всем близким. Аванес Степанян, Дмитрий Шевцов, Бобруиск 360.